Уважаемые соотечественники и гости нашей страны! Прежде всего хочу поздравить вас с Днём Независимости, Днём Освобождения столицы нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Эта судьбоносная в истории белорусского народа дата навсегда вписана в календарь главных государственных праздников. 3 июля мы традиционно обращаемся к истории Великой Отечественной войны, вспоминаем героев, которые ценой своей жизни подарили нам свободу, рассказываем о подвигах дедов и отцов, детям и внукам, приходим с ними к местам боевой славы и скорбной памяти. Этот ежегодный ритуал – самое малое, что мы можем сделать во имя славы тех, благодаря кому живём, создаём семьи, растим детей. Сегодня мы с вами собрались у одного из самых известных монументов, возведённых в честь воинов Красной Армии, в честь наших героев, которые 78 лет назад освобождали Беларусь от фашизма. Этот величественный курган, как страж исторической памяти, показывает нам тот легендарный рубеж, откуда началось наступление советских войск, окончательно уничтоживших основные силы немецкой группы армий «Центр» и освободивших нашу столицу. Здесь же замкнулось кольцо Минского котла, в который попали более ста тысяч гитлеровцев. Большая часть из них осталась лежать в белорусской земле. Так победно завершился первый этап знаменитой операции «Багратион», блестяще приведённой талантливыми полководцами, командующими фронтами Константином Рокоссовским, Иваном Баграмяном, Георгием Захаровым, Иваном Черняховским. Белорусы должны помнить эти имена. Наши деды и отцы победили, но через всю жизнь принесли боль, потерь своих боевых товарищей, которые бесстрашно шли на смерть за нашу свободу, за нашу общую победу. Честь и слава всем павшим в боях за освобождение нашей Родины. В память о героях объявляется минута молчания. Дорогие друзья, сегодня здесь, на месте судьбоносных сражений, мы вспоминаем все битвы, из которых сложилась Великая Победа. Вымпелами за мужество и стойкость с годы Великой Отечественной войны, которые, вы видите, перед собой отмечены 27 населённых пунктов в Беларуси. И это далеко не все известные нам адреса мужества. Мы продолжим эту работу по увековечению памяти о подвигах и героях Великой Отечественной войны. Пришло время молодёжи принимать эстафету у старших поколений и поддерживать вечный огонь этой памяти, поддерживать ради мира на нашей земле. Сегодня здесь много молодых людей, в том числе юных белорусов и россиян, которые прибыли в Минск на поезде памяти. Это очень важно, чтобы вы общались, дружили, берегли честь и славу поколения победителей вместе. Потому что легко не будет. Наши недруги давно живут идеей стереть память о Великой Победе. И нам всем очень важно в этой ситуации сохранить эту память. Переступив через все нравственные принципы и моральные преграды, они сегодня не только отрицают Хатын, Бабий Яр и блокаду Ленинграда. Они готовы предать забвению трагедию своих народу, вычеркну из истории Бухенвальд, Освенцим, Майданек. Что мы можем этому противопоставить? Только правду, суровую жестокую правду истории. И бороться за эту правду. Никому из нас, ни белорусам, ни россиян, ни украинцам война не нужна. Но и возродить нацизм, как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира, мы не можем позволить. И пусть наш курган славы будет свидетелем и хранителем этого торжественного обещания. Дорогие друзья, я только что сказал и очень приветствую вот эту инициативу наших парламентариев. Поезд до памяти. Мы как никогда действительно должны быть вместе. Нас сегодня упрекают в том, что мы единственная страна в мире поддерживаем Россию. Россию в ее борьбе против нацизма. За то, что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским человеком. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию. И эти требования смешны, грустны и печальны. Россия – это братское нам государство. Это самое близкое государство в мире, где живут наши братья, родные братья. И наша трагедия белорусов только в том, что сегодня столкнулись два братских народа. Россияне и украинцы. Это наша трагедия. Но мы всегда говорим, что правда сильнее. И правда сегодня на стороне братской России. Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран по ту сторону? Почти полсотни. Которые фактически воюют против России в Украине. Что-то не складывается баланс. И вообще, те, кто нас упрекают, вы что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство. Союзное государство. Где в союзе два независимых народа. Мы идем как по тонкому льду. И этот опыт впервые в мире. Мы должны показать другим этот пример. И что они не знали, что у нас создано уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил. Фактически единая армия. Вы же это все знали. Так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в спецоперации мною определено давно. В первый день начала этой операции, когда я сказал, вспомните, мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. И мы заняли оборону от Брестской крепости по южной границе, для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск. Они нам этого простить не могут. Оказалось, что и для нас сегодня это оказалось в важнейшем направлении. Вы знаете о принятых решениях блока НАТО, об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз. Зачем в мирное время? Для того, чтобы воевать. И нам надо выстоять. И мы будем делать все для того, чтобы выстоять и победить. Чтобы этот следовласый курган всегда видел наше единство и понимал, что память мы не предаем. С праздником вас, дорогие друзья! Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Мира. Только мира и процветания нашим народам. Все будет нормально. Благодарю вас.